Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Британский турист, который умер после падения с седьмого этажа отеля в Стамбуле, оказался футболистом из Шотландии Энтони Макдуэллом. Об этом сообщает метро. 28-летний спортсмен отдыхал в Турции вместе со своей девушкой. Он прибыл в Стамбул 15 сентября. На следующий день Макдуэлл выпал из окна и разбился насмерть. Бывший клуб, за который выступал Макдуэлл, Саутсайд Юнайтед уже отреагировал на смерть спортсмена. Энтони сыграл важную роль в повышении команды в классе. Он был отличным игроком и, что более важно, хорошим парнем, говорится в заявлении клуба. 18 июля стало известно, что российская и австралийская фигуристка Екатерина Александровская выпала из окна шестиэтажного дома. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире спортсменки предсмертную записку. Ливанский футболист Мохаммед Атви умер из-за огнестрельного ранения в голову. Спортсмен почти месяц находился в коме. Об этом сообщает Алджазира. 32-летний Атви стал жертвой беспорядочной стрельбы. Спортсмен получил ранение 21 августа. Ховбек был доставлен в больницу и помещен в состоянии искусственной кома. В активе ливанца выступления Забейруцкий ансар. В составе клуба он трижды становился чемпионом страны. Он защищал цвета команды на протяжении 10 лет. Также на счету Атви выступления за сборную Ливана. Он трижды принимал участие в матчах национальной команды. На 72-м году жизни скончался актер и телеведущий Михаил Борисов. Об этом сообщается на сайте театрального института имени Щукина. Пресс-службе СТОЛАТО сообщили РБК, что информацию о смерти ведущего подтвердили его дети. «Вчера нас постигла тяжелая утрата. Ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить», — говорится в сообщении училища. Институт отметил работу Борисова в театре, кино и на телевидении. Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. «Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно», — заявили в институте. Там напомнили, что Борисов заведовал кафедрой режиссуры Щукинского училища и ставил дипломные спектакли. Его любили студенты. Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем, он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист, прямо со съемочной площадки, — говорится в сообщении. Причину смерти Борисова в училище не сообщили. Сто лото соболезнует семье, друзьям и поклонникам Михаила Борисовича Борисова. Не только бессменного ведущего и художественного руководителя еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото», но и советского российского режиссера, телеведущего, актера, заявили в пресс-службе «Сто лото». О госпитализации Борисова стало известно накануне, 19 сентября. СМИ сообщали, что у него обнаружили воспаление легких. Михаил Борисов родился в Москве в 1949 году. В 1972 окончил факультет разработки рудных и нерудных месторождений по специальности технология разработки подземных угольных месторождений Московского государственного горного университета. Играл в КВН в команде университета. В 1982 году окончил театральный институт имени Бориса Щукина. В период с 1983 по 1987 год работал режиссером, а затем и главным режиссером Томского драматического театра. Позднее был режиссером-постановщиком спектаклей в Театре Сатиры, Театре имени Ермоловой и в Табакерке. С 1994 года был ведущим и художественным руководителем еженедельной программы «Русское лото», которая в разные годы выходила на телеканалах НТВ и России. Борисов, заслуженный деятель искусств России, профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института имени Бориса Щукина, заведующий кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства. 17 сентября в Московской Боткинской больнице на 60-м году жизни скончался Игорь Неупокоев, создатель Театра простодушных, актер и режиссер. Игорь Неупокоев, актер по образованию, начинал учебу в школе-студии МХАТ, окончил в ГИК в 1984 году, снимался в кино, работал на сцене театра киноактера киностудии «Беларусьфильм». В 1999 году вместе с Ксенией Соколовской создал Театр простодушных «Уникальный культурный феномен», по сути, единственный в нашей стране театр, где артистами являются люди с синдромом Дауна. Для начала нулевых эта спонтанно возникшая история, ставшая делом жизни Игоря Неупокоева, была практически радикальной. При этом Театр простодушных выполнял не только абстрактную или конкретную социальную миссию, но был значительным художественным театральным явлением. Самые известные работы Неупокоева и Театра простодушных «Приходите завтра» – дебютная постановка нового театра по мотивам гоголевской повести о капитане Копейкине «Бесовское действо. Прение живота со смертью» по пьесе Алексея Ремезова. О Копейкине, в частности, в журнале «Театр». Номер 24-25 писала Мила Бредихина. Один из самых известных спектаклей театра, капитан Копейкин предложил, ни много ни мало, особое прочтение Гоголя. В многочисленных интервью режиссер подчеркивал, как важен ему акцент на гоголевском «маленьком человеке», но сделал он гораздо больше. Он предъявил на сцене тот странный и необъяснимый, мистифицированный мир реалиста Гоголя, о котором с такой страстью писал Набоков. Великая литература идет по краю иррационального. Это создает ощущение чего-то смехотворного и в то же время нездешнего, постоянно таящегося где-то рядом, и тут уместно вспомнить, что разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит порой от одной свистящей согласной. Капитан Копейкин в инклюзивном театре Неупокоева был опробован и воспринят как специальная театральная эстетика, простодушная по форме и очень гоголевская по духу. «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» – весело говорила со сцены Мария Нефедова, и невозможно было ей не поверить, как невозможно до сих пор забыть выражение вельможного значительного лица из спектакля. И это не стало просто использованием актерской фактуры, драматургии Гоголя как будто ждала подобного прочтения. Выпускник в ГИКа Игорь Неупокоев много сделал для своих актеров. Он понял, как научить их, с особым строением гортани, готическим нёбом и прочими физиологическими особенностями, выразительно и внятно говорить со сцены. Он открыл им возможность проживать на сцене то, чего нельзя прожить нигде больше и без чего трудно потом жить. Отметим, что артисты театра простодушных известны и многим из тех, кто никогда не был на спектаклях театра. Именно эти простодушные актеры участвуют в финальном эпизоде «Идиотов» Кирилла Серебренникова на сцене «Гоголь-центра». Для театра простодушных смерть его создателя фактически означает собственное исчезновение. Не только и не столько в силу организационных причин, сколько в силу исключительной роли, которую в этом авторском театре, построенном на межчеловеческом диалоге, играл его бессменный руководитель Игорь Неупокоев, давая театру возможность жить дальше.